Приветствую вас и заранее прошу меня простить за то, что вам пришлось подождать немножко. Надеюсь, это никак не повлияет на вашу... на болезнь того, что я хочу вам сказать. Я внимательно прочитал все, что вы написали, и могу сказать, что есть, на мой взгляд, как минимум, на мой взгляд, есть три основных момента, которые мне хотелось бы обсудить с вами. Первый момент – это, собственно говоря, сближение. То есть, вот вы знакомы с человеком, как вы написали, да, три года уже, но при этом за эти три года начали сближаться вы только сейчас. Как я понял из ваших слов, по крайней мере, так получал, да, что вот вы только сейчас начали встречаться. И мне бы хотелось этот момент немножечко раскрыть. То есть, важно вот понять для себя, по-моему, сейчас для начала, почему именно сейчас вы нашли сближаться. То есть, понятно, что вы общались какое-то время до этого. Понятно, что ваше общение было, ну, таким, таким, скажем, если не совсем близким, не совсем активным, то оно было. То есть, вы общались достаточно стабильно, хоть и, ну, периодами, да. Вот. Значит, этот момент, мне кажется, важным. Почему, вот как вы сами для себя думаете, почему вы начали общаться более всех. То есть, вот вы здесь пишите, что, значит, вот в этом году все началось еще с конца зимы, но одно общение происходит на весну. Несмотря на то, на учебу вы гуляли. То есть, все началось зимой. Вот как вы думаете, почему так произошло, что послужило изменением? Изменения в данном случае, они вам помогут понять лучше, что человеком двигает. Потому что, ну, вообще-то говоря, вообще-то говоря, основная идея, основная мысль, которая строится именно в данном контексте, заключается в том, что человеку с вами определенно хорошо, да. Ему с вами удобно, ему с вами комфортно, ему с вами легко, ему с вами приятно общаться. Но вы при этом, как вот, говорите сами, что, значит, человек, это мы уже потом, да, мы казнуемся, что потом человек просто-напросто перестал с вами взаимодействовать. То есть, ну, сказал, что вы его подождете, потому что он его и взаимодействует. Значит, он по какой-то причине ставит свои интересы выше вас, выше ваших. И эти интересы, они действуют так, что человек думает, что для вас у него есть, ну, место. То есть, вы занимаете определенное место в его жизни, и он придерживается вот этого места. Он придерживается этого места, и когда ему удобно, когда ему выигранно, когда ему комфортно, да, он с вами общается. А когда нет, он ничего не делает. И на первый взгляд кажется здесь, что человек такой вот плохой, что человек вот так вот вас, как бы, ну, меньше испытывает к вам чувств, да, чем вы к нему, например. И, с одной стороны, на первый взгляд, это кажется, ну, действительно так, потому что, вот, как так, да, вы ради него делали кучу всего, а он, 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 он вот так себя ведет. Но, с другой стороны, дело в том, вот, что, по вашему описанию, получается так, что вы самостоятельно с человеком начали общаться в таком ключе. То есть, вы сами приняли решение для себя, так вот делать. Решение это, оно не то, что какое-то неправильное, или оно не то, что какое-то вот, прямо, скажем, глупое. Это решение, которое вы приняли сами, самостоятельно. И вам за это решение нести ответственность. Такая проблема заключается в том, что вы думаете, вы считаете, полагаете, что если вы сами для человека что-то делаете, такое, причем, что он даже об этом не подозревает, например, вот, что вы, там, и кушали быстрее, да, и что, вот, спеши, не терапинись и так далее. Так вот, собственно говоря, основная проблема заключается в том, что вы считаете, что человек, вот только потому, что вы для него делали вот это все, вам что-то должен, вам что-то обязаны. То есть, вы через призму своего отношения считаете, что к вам человек должен относиться к вам. Так вот, этот момент, мне кажется, не совсем верный, не совсем правильный, потому что каждый человек изначально, любой человек относится к другому так, как он может относиться, как у него позволяют его, ну, моральные принципы, там, ситуации, отношения и так далее. И здесь мы плавно подходим вот к чему. Значит, вы ничего не пишите о своей жизни до него, вы ничего не пишите о том, ну, о себе, то есть, как вы все вот это вот переживаете, как вы себя вели до, значит, начала отношений с ним, были ли у вас, были ли у вас еще отношения, вы об этом ничего не пишите. Поэтому, существует некая вероятность погрешности того, что я вам могу сказать, но тем не менее. Значит, социал заключается вот в чем. Исходя из того, что вы вот на протяжении трех лет общались с человеком, вас устраивало такое общение. То есть, вам, видимо, нравилось. Ответ с ним, вы испытывали к нему определенную симпатию, но эта симпатия была, мне кажется, даже мощной для того, чтобы вот откровенно уже начать, грубо говоря, с предчатки. То есть, у вас есть определенный процент, определенные элементы робости. Эта робость, мне показалось еще с первым вашим сообщением, первым вашим вопросом, который вы задавали еще публично. Почему? Потому что, обычно, человек, который отдает себе достаточно полный, периодный отсчет, что он чувствует, заостряет внимание на таких вещах, как, например, важный негатив в отношении него, да, глупость и так далее. При этом, этот негатив, он, с точки зрения объективной реальности, совершенно нормальным. То есть, нормально чувствовать ложь, когда человек как-то не оправдывает наши ожидания, да. И, обычно, люди не преддают их в отношении, они просто интуитивно действуют, исходя из вот своих ощущений. Вы же так не поступили, вы предпочли свои чувства проанализировать, и из этого я делаю несложный вывод. Как мне кажется, еще раз повторю, что я могу ошибаться, но тем не менее. Ага, я делаю не такую вывод, что вы человек достаточно скромный, роткий, и вы интроверт. То есть, вы в себе. Вы прислушивались к своим эмоциям. Вы не очень активный человек. На одном этаже вы, ну, вас нельзя назвать, там, активным, любительницей гулять, там, и так далее. Еще раз повторю, это все утикает из того, что вы написали. Может быть, это не так, но тем не менее. Поскольку ничего, опровергающего данное предположение, я не увидел, то, соответственно, хочу сказать так. Обычно, когда человек обладает определенной роботностью, определенным знамением в себе, когда человек погрузен в свой мир, в свой внутренний мир, или склонен это делать, он очень четко, очень чутко ощущает связанное происхождение. И если, например, мы испытываем какую-то эмоцию, одну эмоцию, то два разных человека по-разному совершенно на нее реагируют. Первый человек просто фоном ее просислут, и все. Второй человек, он на ней заострит свое внимание, будет думать о ней, пытаться анализировать и так далее. И ничего удивительного нет в том, что если вы действительно робкий человек, если вы действительно человек, который, скажем, домашний свет, который, не тропясь, пуший, да, и вообще имеет все-таки представление о том, как можно жить, ничего удивительного нет в том, что на протяжении вот этих трех лет вы очень много додумывали. Вы очень много додумывали о отношении этого человека. То есть, за счет того, что вы внутреннему миру своему уделяете много внимания, за счет того, что у вас кроме этого человека больше никого нет, еще раз повторяю, я могу ошибаться. У вас, может быть, значит, вы пишете, что у вас куча других дел, учеба, но при этом, вот не задает это ощущение, что вы прямо очень общительный человек, что вы можете общаться со всеми людьми. То есть, нет, вы общительный человек с тем, что вот у вас доверие вызывает. Но проблема в том, что доверие, наверное, может быть далеко не каждое. И это впечатление особенно усиляет, когда вы назвали меня ответственным. Это далеко не, знаете, серийный случай, когда клиент, еще не зная эксперта, ну то есть, зная его достаточно поверхностно, предполагает такие вот моменты. То есть, вам самой, это ответственность, важно, вы ее цените. И раз вы цените ответственность, то и сам вы ведете себя также ответственно. Думаю, что ответственность в важном случае именно и стала следствием того, что вы достаточно замутый человек и человек, который прислушивался к своим эмоциям. Значит, что вытекает из всего того, что я вам рассказал? Из всего того, что я вам рассказал, вытекает ожидание и невозможность выйти за рамки отношений с этим человеком. То есть, что делает ваш мужчина? Для него совершенно нормально гулять с вами, но потом сказать вам же, что прости, у меня дела, я не могу, я не могу, у меня экзамены, мне нужно там заниматься им. То есть, он поставил что-то выше вас. С его точки зрения, это поведение нормально. Я не даром вам вначале обратил внимание на то, что заставило вас близко. Если у человека вот за три года сейчас жизнь как-то изменилась, то вполне вероятно, что у него появился некий интерес. Некий интерес относительно вас. То есть, он с удивлением, например, обнаружил, что с вами легко проводить время, с вами его хорошо, легко. Но, при этом, если у него такая симпатия, как у вас. А если у него такая заинтересованность в вас, как у вас в нем. И эта заинтересованность и ее искренность определяются вот чем. Насколько у вас есть другие источники, другие объекты для реализации своей востребованности, своей нужности, своей актуальности. Видите ли, если вы погрузены в свои эмоции и ведете достаточно уединенный образ жизни. Когда у вас мало людей с каперами вы общаетесь. Или круг очень ограниченный и стабильный. То есть, там не бывает случайных людей. То каждый новый человек, который появляется достаточно редко, вызывает у вас бурные эмоции. Бурные эмоции, надежды и так далее. При этом вам нужно четко понимать. Что сам человек с этих бурных эмоций может не разделять. Для того, чтобы определить, разделяет человек эти эмоции или нет. Ну, это достаточно можно постараться ненавидчиво. Расспросить его о том, что он делает. Чем он занимается. Какое его круг общения. И, собственно, какой его досуг. Если вы видите, что человек общительный. Человек экстраверт. Человек направлен на внешний мир. Это означает, что он очень активный. И людьми он, как таковыми, не дорожит. То есть, он легко увлекается людьми. Например, вами. И легко отсылает по отношению к людям. И для того, чтобы удерживать внимание такого человека, нужно чем-то его постоянно цеплять. Чем-то обращать его внимание на себя. Для этого нужно понимать его желания. И вот, за время его общения. За время общения с ним. Какие у человека возникают желания в контексте вас. Какие у человека могли появиться желания. Какие у человека вообще желания есть. И этого желания, если его желания созвучны вашим, то это хорошо. Можно попробовать дать ему то, что он хочет. Попробовать привязать силы к себе. Попробовать показать, что, как бы, вы можете дать ему то, чего он хочет. Чтобы он был заинтересован в вас так же, как вы в нем. Но пока, на данный момент, получается, что вы заинтересованы в нем больше, чем он вас. И определяет ваши эмоции. То есть, давайте немножко пока по тексту. Вы пишите достаточно подробно. Он хочет с вами гулять. Но ему надо дать сложный экзамен. И вот здесь, после того, как он откровенно поставил вас ниже экзамен, экзаменов, значит, самой стало больно. В вашем понимании, в течение этой недели, вы раскрыли человеку душу. То есть, вы делаете это очень немногим людям. Далеко немногим людям вы раскрываете свою душу. И для вас это ценно. Это настолько ценно, всегда не превышает ценность экзаменов. Хорошо. Давайте попробуем задать себе такой вопрос. Вот ценность раскрытия души. Она была осознана, оторноваема другим человеком. Когда вы раскрывали душу, человек понимал, насколько это вам важно? Или вы делали важное для себя, вы сделали что-то важное для себя, но при этом, при этом, человек даже не отмечал, что вы делитесь с ним самым сокровенным. Очень важно здесь понять, отдавал ли себе отсчет человек в том, мужчина, что происходит. Вот, например, когда вы пишите мне, это я для примера вам говорю, когда вы пишите мне свою проблему. И знаете, к этой проблеме можно отнестись очень по-разному. Можно вот принять ее как просто баловство, как просто каприз. И посоветовать вам все на поверхности. Можно разобрать эту проблему с разных аспектов. Ну, то есть, с точки зрения одной школы психологии, с точки зрения другой школы, с точки зрения одной терапии, с точки зрения другой терапии и так далее. То есть, знаете, такой некий однобукий взгляд на ситуацию. А можно рассмотреть саму проблему вашу. Очень серьезно. И что это даст? Даст это то, что вы будете понимать. То другой человек, в данном случае и я, принял ваши проблемы, то, что вы написали, то, что вы поделились, со всей важностью, со всем пониманием того, что то, что вы пишете, то, что вы делитесь, является очень-очень важным для вас. А бывает как? Вот, человек, ну, собеседник, спрашивает, ну, как у нас вообще дела? Вот он задает вопрос, как дела? Ну, мы по наивности думаем, что человек интересуется нам. Мы начинаем ему рассказывать. Мы говорим, 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 говорим. Человеку ответить, зачем-то очень важно для нас все. Человек говорит, ага, понятно. Ну, хорошо. Я пошел в партию. В этот момент, я думаю, ну, в этот момент, в нашем примере, наш субъект, наш, так сказать, образ личности, испытывает те же самые чувства, что и вот. То есть, ощущение, что вас бросили. Ощущение, что вас не ошенили. Ощущение, такой, знаете, опустошенности. Ощущение, такого, такой, пустоты внутри. Ощущение, что вы выделились чем-то важным, а это ушло просто в никуда. Для вас что-то изменилось, для вас стало другим. Вы человеку доверились что-то очень ценное, а сейчас взял и обезценили то, что вы ему дали. И вам становится безумно обидно. Безумно обидно и жалко, что поправили время на этого человека. И на первый план выходит всегда вот такая эмоция. Злость на того, что ушел спать. В нашем примере. И в вашем случае, это сложно того, кто предпочитал экзамены вам. Так вот. Во-первых, план выходит вот. Почему? Почему обиды? Почему больно? Почему неприятно? Почему нас вообще задевают что-то? А задевают нас вот почему. Мы зачем-то поделились. И мы для чего делились? Для чего делились? Мы для чего души свою раскрывали человеку? Чтобы он в какую-то обратную связь. Правильно? Чтобы он оценив как-то то, что мы говорим. Мы хотим внимания. Мы хотим оценки. Мы хотим, чтобы нами дорожили. И этого не происходит. По какой-то причине. Ну, по причине человека, естественно. И вынекает вопрос. Вот. Человек не оценил то, что мы ему сказали. В каких случаях это можно было воспринять спокойно? То есть, абсолютно равнодушно. Это можно было воспринять равнодушно в том случае, если у нас, если бы у нас были другие люди, которым мы бы могли доверить. То есть, все друзья разъехались, а не там кто-то, ну, кто-то на отдых поехал на отпуск, кто-то там в командировку и никого нет. И вы знаете, что эти друзья, ну, они сейчас не рядом, а вам хочется ждем. Поделитесь, что вы делитесь этим человеком, который вот вам попался. И вы не очень-то расстраиваетесь, если он вас не оценил. Потому что, ну, вы знаете, что всегда найдутся другие люди, с которыми вы можете поделиться данными моментами. А вы, вас это зацепило, вам стало больно. Значит, других людей у вас нет, уезжают. Или эти люди недостаточно, недостаточно вам близкие. Либо мужчина, с которым вы этим всем делились, с которым у вас есть, я понял, романтические чувства. Значит, для вас единственный. То есть, вы не представляете себе такого варианта, что вот завтра, например, вы идете, ну, куда-нибудь, в какой-нибудь клуб, например, и начинаете уже с другим мужчиной общаться так, как с ним. Уже другому мужчине рассказывать о том, что вас беспокоит. И это означает, что вы достаточно тяжело воспринимаете, опять-таки, людей, воспринимаете их, ну, в свой круг, впускаете их к себе, в свой внутренний мир. И из-за того, что вы это плохо делаете, из-за того, что у вас сложно это происходит, из-за того, что для вас, как бы, пропуск человека в свой внутренний мир – это каждый раз событие, и событие достаточно серьезное, то вы не можете найти такому человеку замену. И если вы кого-то принимаете, то вы принимаете этого человека полностью, вы, соответственно, ему доверяете. Но это доверие для вас очень ценное. И оно ценное именно в силу того, что оно уникальное. И никому другому вы, например, такого сказать не можете, по крайней мере, в ближайшее время. И вы, как бы, до этого человека были, так сказать, в одном положении состоянии. А с этим человеком вы подчеркнули себя научно, вы подчеркнули себя неодинокой. И вы начали вот перед ним раскрываться. Но именно раскрытие, ваше раскрытие, для него было как раз-таки общением нормальным. Для него такое общение, которое вы давали мужчине, является абсолютно нормальным. Ничего уникального в этом нет. А для вас это необычное. Для вас это что-то из ряда вон выходящее. И именно поэтому вы испытываете такие ошибки. Именно потому, что у вас нету возможности, другой возможности реализовать себя в этот же свет. Объект-таки не совсем понятно из вашего текста, есть ли у вас друзья, нет у вас друзей. Но тем не менее. Когда нас что-то задевает, когда нам что-то делает больно, это означает, что мы сами для себя сузили, сузили, разные варианты реализации. То есть, мы другого варианта реализации не видим. Вот как вы, например, сейчас не видите для себя другого варианта реализации, ну, как женщины, как человека, кроме как с этим мужчиной. И естественно, подобное его поведение, а поведение для мужчины нормальное, в силу того, что он для себя может реализовать где-то еще и нет, именно в силу этого и является большей болезнью. Но, скажите вы, а как же тогда строить отношения с людьми? А скажите, когда, например, близятся с мужчинами, если вот они так себя ведут, а мне неприятно. Вы знаете, в чем дело? Отношения строятся с людьми так всегда, что они не должны быть эгоцентрическими и направленными на себя. То есть, знаете, когда вы раскрываете человеку душу, свою душу, вы отдаёте себе отсюда в одном таком моменте. Для чего вы это делаете? Вот для чего вы раскрываете человеку душу? Это очень важно. Если вы раскрываете человеку свою душу для себя, то есть, потому что вам это нужно, то у вас есть какая-то потребность. Я не буду здесь гадать, я не буду здесь предполагать, зачем вы раскрываете человеку свою душу, потому что вам нужно ответить на этот вопрос. Но, если вы сделали это для себя, то у вас изначально есть какая-то потребность, а ковру вы пытаетесь удовлетворить с помощью этого человека. Допустим, это потребность, ну, например, это потребность одиночества. То есть вам, вот вы были какое-то время одиноки, вам не хватало общения, вы хотите этого общения, хотите реализовываться, хотите, если вы работаете неуверенно в себе в чем-то, то вы это неуверенно в себе пытаетесь купировать за счет этого человека. И таким образом вы ставите себя в зависимость от него. Потому что, смотрите, какая получается вещь. А если человек, допустим, соглашается с тем, что вот вам можно и нужно погулять, да, вместо, ну, как бы, экзамены для него не важны, а вы, вот, погуляйте, то вам все хорошо. Вы не испытываете никаких болезненных украшений. Почему? Потому что понимаете, что человек во имя дороже. Вы чувствуете себя нужно, чувствуете себя востребованным и так далее. А если человек этого не делает, то вы чувствуете Бог, вы чувствуете негативные эмоции. Почему? Потому что ваша потребность не удовлетворена. Ведь если к человеку относишься искренне, если делаешь что-то для него, если стремишься сделать его счастливым, его, а не себя самого через него, то делаешь все как удобно, как приятно, как нравится этому человеку. Вот хочет он сдавать сперва экзамен. Ну, хорошо, если ему так удобно, говорите вы, при истинном отношении к нему, при направленности этого отношения на него, а не на себя. Мне говорят, ну хорошо, если тебе так лучше, если тебе так спокойно, сдавай экзамены, не проблема, а потом общаемся как тебе удобно, либо тебе было комфортно. То есть вы направлены на комфорт этого самого человека. А вам неприятно. Почему? Потому что заделись ваши собственные желания. Потому что через него вы пытались как-то реализовать себя. Возникает вопрос, а в чем, в каком моменте вы чувствуете недостаток реализованности? В каком моменте вы чувствуете неудовлетворенность? Опять-таки, эта неудовлетворенность не относится к естественному желанию, допустим, быть женщиной для мужчинок. Потому что тут свои проблемы, свои. Только если мы сейчас говорим просто про общечеловеческое отношение, про социальное, можно сказать. А вы явно зависимы от этого человека. Вы явно нуждаетесь в нем. Можно определить в чем именно вы нуждаетесь, чего вам не хватает, что вы получаете через него, чтобы это желание удовлетвориться самостоятельно. Например, вам нужно востребоваться. Например, вы не хотите быть одна. Например, вы чувствуете себя отчезненным. Ну, это пример. Это простой пример. Просто пример. В жизни может быть не дать. И для этого вам нужно заниматься активной деятельностью. Чтобы люди обращали на вас внимание. Чтобы вы чувствовали, что вы успешны. Что ваша деятельность там отслеживается. Что за ней наблюдается. Что люди одобряют вас. Что вы там пользуетесь определенной популярностью людей. Что вы там на хорошем счету и так далее. И это повышает вашу уверенность в себе. И если в такой ситуации вы становитесь участником того же самого процесса, который вы описываете здесь. Да. То, собственно говоря, вы будете совершенно по-другому реагировать. Иными словами. Вам нужно задать себе вопрос. А при каких обстоятельствах я бы не чувствовал этой боли. Что, по вашему мнению, должно в вашей жизни быть, чтобы вы не чувствовали подобных эмоций. Потому что подобные эмоции это результат неудовлетворенных желаний. Я надеюсь, это понятно. Из-за этих неудовлетворенных желаний у человека увеличивается ожидание отношений. Из-за этих неудовлетворенных желаний у человека выращается больше ответственность. Ответственность. Переносимая на другого. Например. Смотрите. Вот еще один приведу вам пример. Чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. У вас есть серьезная проблема. И эту серьезную проблему вы доверили, скажем, только мне. Вы доверили мне, и вы не знаете, насколько профессионально я смогу ее решить. И вы переживаете, потому что не знаете наверняка, а смогу ли я ее решить. И будет ли у вас эта проблема решена. Именно в силу того, что вы не уверены, у вас возникает нервное состояние. Потому что вы знаете, что, ну, в общем, уверенность имеет. Далее. А если вы одну и ту же проблему дадите нескольким специалистам? Вы будете более спокойны. Почему? Потому что знаете, что если не висит один специалист, висит другой. И вы уже более спокойны. У вас есть некий фундамент, некая опора, которая помогает вам чувствовать себя уверенно. И вот то, что вы чувствуете, та боль, которая вы ощущаете, она является именно следствием того, что у вас нету достаточно опоры. Нету достаточно фундамента для того, чтобы чувствовать себя уверенно. И, отвечая на ваш вопрос о том, значит, ну, во-первых, подсчитываете ли вы при встрече эту боль? Нет. При встрече этой боль у вас не будет там. Потому что встреча с человеком будет означать удовлетворение ваших желаний. А удовлетворение ваших желаний приведет вас в состояние комфорта, в состояние гармонии с собой. Что, соответственно, не даст вам возможности ощутить эту боль. А чувствование жизни человека вы так же не выкинете, когда потому что вы слишком ответственный человек сам по себе. И не будете этого делать в любом случае. А вот чтобы не испортить отношения, нужно сделать на самом деле всего лишь одно. Это повысить вашу независимость. Повысить вашу равноправие в отношениях. Потому что на данный момент в отношениях вы абсолютно не равны правы. Мужчина может позволить себе не менять свой ритм жизни ради вас, а вы этого не делаете. И именно потому что вы не делаете, это показывает у вас повышенную заинтересованность в нем. И повышенную заинтересованность в нем для себя. Вот чем эта повышенная заинтересованность в нем для себя обусловлена, вам нужно ответить для себя в том. Почему? Потому что исходя из того, что вы здесь написали, вы описали только ситуацию. Только то, что произошло. А поскольку проблема кроется у вас, то эта проблема явно шире одной ситуации. И соответственно, вам уже решать, вы как будете делать. Вы продолжите, ну, сами будете отвечать на вопрос, что вам не хватает. Это возможно. Особенно если учесть, что вы достаточно хорошо оцениваете свои эмоции, вы чувствуете себя. Вы не импульсивный человек, а достаточно расчетливый. В хорошем смысле этого слова. То есть подняете себя в том, что вы чувствуете и пытаетесь это не тронировать. То есть у вас хорошо радует интеллект. Вопрос в том, какая сторона интеллекта у вас радует. Пиаже, это известный ученый в области интеллекта, создатель. Очень яркий представитель. Так вот, Пиаже оценивал интеллект, определял интеллект, как самокупность способности к адаптации, то есть подстраиваться под изменяющиеся условия, с способностью к творчеству, к реализации чего-то нового, к привнещению в жизнь чего-то нового. Я думаю, что у вас очень сильно развита вторая способность. Это способность к привнещению чего-то нового. То есть, по сути, вы имеете свои принципы, у вас своя жизнь, вы улучшитесь, у вас есть какие-то цели. Цель всего. Это именно вторая способность интеллекта. А вот первая способность – адаптация к стремляющимся условиям. Понимание причин появления этих условий, причин появления этих обстоятельств. У вас развита не так сильно. А в действительности, каждый человек, он имеет более развитые какую-то одну из этих способностей. Если человек, например, хорошо адаптируется к изменяющихся обстоятельствам, то он, скорее всего, будет меньше генерировать что-то своего. Потому что, а зачем? А зачем генерировать что-то свое, если можно приспособиться к тому, что уже есть? Другой странный человек, который продает что-то свое и сам решает, как ему жить, тяжело приспосабливаться к изменяющимся условиям. Потому что, хотя, казалось бы, раз сам сделал, значит легко. Но потребность создавать что-то новое не всегда означает гибкость, не всегда означает возможность построения. И мне кажется, что именно ваша проблема заключается с этой точки зрения в данном факте. Неумение подстраиваться под меняющиеся условия. Неумение. Негибкость. Негибкость в отношении с людьми. А негибкость в отношении с людьми, она имеет под собой две причины. Первая причина – это непонимание мотивов людей, то есть неосознавание того, почему человек это делает. Согласитесь, что вы не очень хорошо отдаете себе очередь в том, почему мужчина предпочел экзамены вместо того, чтобы с вами погулять. И вы этого не понимаете. Именно поэтому я задал вам вопрос о том, а что заставило человека с вами сблизиться. Вы этого не понимаете, и, соответственно, у вас с этим проблема. И вторая проблема – это эгоцентрит. То есть перенос своих собственных желаний на другого человека. Вам хочется чего-то, вы считаете правильным, определенное поведение. И как правило, как правило, вот я сейчас немножко скажу пистологию, как правило, правильным поведением человек считает свое поведение. То есть оно для него является эталоном. И чем это связано? А связано это с тем, что если человек примет алгоритмы поведения другого, то он окажется в зоне риска потери своего собственного поведения. Ведь поведение другого человека всегда может оказаться более правильно. Так вот, тонкость здесь в том, чтобы, принимая, понимая поведение другого, позволяя ему вести себя так, как хочет он, оставаться собой и не теряя зерно, связь со своей индивидуальности, принимать рациональные зерна поведения другого человека. Например, мужчина, несмотря на то, что вы с ним общались очень тесно, несмотря на то, что вы взаимодействовали с ним очень хорошо, не обещал вам, что он будет с вами, что он проживет с вами жизнь и так далее. Мужчина ничего вам не обещал. И именно в рамках отсутствия этих обещаний можно говорить о том, что для него совершенно нормально, что он там предпочитает первоздать экзамен. А может быть, вы настолько сильно запали ему в душу, что он не может сконцентрироваться на экзаменах из-за вас. И зеленаправленно ограничивается с вами общением, чтобы вы не отвлекали его, чтобы вы не заполняли его сознание настолько сильно. что он нам от думает. Мы этого не знаем, потому что другой человек, задача не вы. Но вне зависимости от этого, это его выбор. И чтобы этот выбор принять, чтобы для себя спокойно сказать, что вот человек решил как-то, будь он так и делает, как он решил. Чтобы не осуждаться его, не злиться на него и так далее, нужно сделать две вещи. Первое – это понять причины человека, ну, по крайней мере для себя, принять его поведение в любом случае. И здесь уже возникает вопрос, а принимаем ли мы, безусловно, человека или нет? Принимаетесь ли вы, безусловно, человек или нет? И второй момент – это то, что вот, если поведение человека отличается от того поведения, которое вы считаете правильным, и какое-то поведение вы не принимаете для себя на уровне эмоций, то отвечаем себе на вопрос. А что вы теряете, когда человек не ведет себя так, как вам нужно? Вот вам нужно с вами общаться, вам нужно, чтобы вы с ним гуляли, чтобы с ним разговаривали, чтобы вы там позволяли быть близким. Значит, вам нужно кому-то реализовываться, у вас есть какая-то потребность. Вот в этом ключе вам и нужно подумать, какая у вас потребность и почему вы можете реализовать ее только с этим мужчиной. Еще раз повторю, повторю главное, повторю очень важное, что отношение между женщиной и мужчиной в своем классическом варианте – это отношение двух равных независимых людей, удовлетворивших или удовлетворяющих все свои способности не через друг друга. Потому что если это не так, если ситуация как-то складывается по-другому, то кто-то из них обязательно окажется в зависимом положении. И хорошо, если человек, другой человек, удовлетворяет полностью потребности другого. Это прекрасно, это здорово. Такие отношения есть. И люди в этих отношениях живут хорошо. А это неправильно, это может быть не совсем безопасно, но, тем не менее, пока человек получает то, что он хочет, вряд ли он будет что-то менять. А затем у него и так все в порядке. Но поскольку вы сейчас испытываете дискомфорт, и этот дискомфорт происходит из-за вашей более высокой заинтересованности в человеке, чем заинтересованность в человеке в вас, то нужно от этой зависимости избавляться. И разность заинтересованности в заинтересованности разности умирать. И убирать он стоит так, чтобы вы не испытывали негативных эмоций. Еще раз приведу такой вам пример, чтобы вы, может быть, как можно более лучше поняли, если я хочу вам сказать. Вот вы заплачили мне деньги. Вы заплачили мне деньги, и, ну вот, можете, наверное, представить себе, что какой-то человек, например, миллиардер, скажет вам, что сумма смешна. Но это смешная сумма для миллиарда. Почему? Потому что у него в круговорот средств измеряется миллионами, а то и десятками миллионов. И естественно, что для такого человека и тысячи рублей, и двадцать тысяч, и тридцать тысяч – это мелочь. И он скажет, что это смешная сумма. И если бы я у такого человека попросил такую сумму, он бы даже не заметил. Но другой человек, у которого, например, доход составляет всего в месяц, скажем, десять-пятнадцать тысяч, эта сумма очень-очень ощутима. И если я миллиардеру не помогу, не помогу ему, да, то он совершенно спокойно, может быть, даже и не будет заморачиваться над тем, чтобы на меня жаловаться, да, чтобы там пытаться как-то эти деньги вернуть, они ему ничего не дадут, они ничего не сделают. И он больше времени потеряет на то, чтобы их вернуть, чем он их будет заработать. У него там каждую минуту, да, по пятьсот-шестьсот рублей доход, ну, таких людей, я имею в виду, ему нет разницы, он не заинтересован. А другой человек, о котором я говорил, тот, у которого доход 15 тысяч, он почувствует, что ему нужно эти деньги вернуть, а остальные его кровные, без них ему будет тяжело, без них ощутимо его жизнь изменится, и он будет требовать их возврата. Именно этот пример поможет вам лучше понять то, о чем я вам говорю, по смыслу, чтобы вы понимали, что одно и то же обстоятельство в зависимости от потребностей человека, от степени удовлетворенности этих потребностей воспринимается нами совершенно по-разному. И с точки зрения того, что я говорю, такому человеку, у которого доход 15 тысяч, чтобы не переживать из-за ботеремых, скажем, ну, в моем случае, четырехсот рублей, нужно зарабатывать больше. Для этого ему нужно повышать квалификацию, для этого нужно соответственно проходить обучение и так далее. Но проблема в том, что человеку будет проще стараться вернуть эти деньги, чем зарабатывать больше. И он даже не понимает, что, в общем-то, он эти деньги вернет, хорошо, он их получит, но они не сделают ему погоду, он так и так будет все равно продолжать испытывать. Потому что этих средств не хватает, чтобы человека полностью, допустим, обеспечить. И для истинного обеспечения нужно все-таки кардинально что-то в жизни менять. Только изменениям, кардинальным качественным изменениям можно удовлетворить свои потребности. Вот такой ответ будет на ваш вопрос. Надеюсь, что у меня получилось все достаточно гладко и четко вам изложить. Могут быть какие-то моменты не ясны, если не ясны, спрашивайте, отмечу. Ну а если у вас есть желание дальше работать над этим направлением, если у вас желание есть дальше как-то разбирать свои проблемы, то пожалуйста, пишите текст, будем работать дальше. В целом хочу сказать, и это, пожалуй, главное, и это лучше сказать голосом, чем писать словами. Конечно, каждый человек хочет заработать, и я хочу заработать в том числе. Но, вы знаете, у меня основная цель – это помочь человеку решить свои проблемы. Поэтому я всегда стараюсь говорить людям, которые со мной работают, примерно следующее. Если вы, и это уже именно вы, Кристина, считаете, что ваша проблема достойна того, чтобы ее решать дальше, то есть определенные направления я вам дал. Я думаю, что вы вполне можете сами ее решить. Просто понять для себя, что вам не хватает, и начать удовлетворять себя в этом. Если вы считаете, что вы сами свободно решите эту проблему, я буду радовать вас сразу. Но, если вы считаете, что эту проблему нужно разрядать дальше с моей помощью, то пожалуйста. Я не говорю, что вы не сможете обойти без моей помощи дальше. Напротив, я постарался дать вам все инструменты для того, чтобы самостоятельно решить свои проблемы. Потому что, несмотря на то, что я хочу доработать, решение проблемы другого человека для меня важнее. И, исходя из этой идеи, я предлагаю вам выбор. Вы решаете сами, как надо еще быть. Но, я уважаю любой ваш выбор, вне зависимости от того, какой он будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Пишите. И, собственно говоря, спасибо вам, что обратились ко мне.